здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 28 апреля время познания тайны сегодняшнем видео вы все узнаете 28 апреля нас с вами ожидают и двадцать седьмой лунный день этот период считается откровением и преображением души этот день прекрасно сочетает в семье голос сердца и доводы разума символ этого дня является жезл лунный месяц совсем близок к завершению и остаются считанные дни чтобы подвести некий итог но также перед нами открывается возможность осознать что-то важное для себя этот период наиболее подходящий для работы над собой и обретение житейской мудрости чтобы понять истинные мотивы и разобраться в конкретных ситуациях которые не дают вам покоя стоит прислушаться голоса своей интуиции но при этом не игнорировать подсказки разума дело в том что именно сегодня и эти два чувства образуют мощный тандем который способен пролить свет на многие вещи чтобы прийти к сознанию попробуйте отпустить тревоги и бытовые трудности и спорхнуть над суетой жизни слушайте слова людей анализируйте все ситуации со стороны стороннего наблюдателя сегодня вы сможете по-иному взглянуть на старые проблемы многие смогут увидеть свое настоящее предназначение и путь на который им стоит свернуть чтобы обрести счастье и гармонию стихия этого дня считается водный источник поэтому благоприятно любое контактирование с водой это может быть как прогулку озеро даже просто принятие душа думая о силе воды представляете как с его помощью вы исцеляетесь от всего дурного и заряжаетесь энергией особенно удачен 27 день цикла для путешественников хорошо служатся любые походы поездки командировки в целом день считается довольно легким и приятным особенно для тех кто сознательно поддерживает себя в радостном расположении духа обходит стороной негатив и стремится обрести счастье для работы этот день скорее нейтрален можно сказать что любые дела будут идти спокойно без колебаний и неожиданностей благоприятными эти сутки станут для тех кто настроен творить добрые поступки сделать это можно любым доступным способом помочь обездоленным накормить бездомных животных просто сказать приятное слово на 27 лунной сутки желательно избегать своего отражения в зеркале поскольку в это время через него вы отдаете свою жизненную энергию и лишаетесь удачи сновидение этого дня могут показывать будущее трудности с которыми вы должны столкнуться однако сделав правильные выводы и сна вы обретаете шанс предпринять попытки и их избежать смысл сегодняшнего дня в поиске своего истинного я обретение мудрости и мистического преображения это день как никакой другой идеален для того чтобы обратиться к своим духовным истоком и заняться саморазвитием ведь именно сегодня ваш разум и шестой чувство будут находиться в полной гармонии друг с другом стоит прислушаться к своему сердцу и осознать то кто вы есть в этом мире полезно будет прогуляться по парку в одиночестве покормить лесных жителей медицировать в этот день не стоит ориентироваться на рациональное и прагматическое ведение мира сегодня только ваша интуиция может повести вас по правильной дороге поэтому старайтесь улавливать и знаки судьбы и замечать ее предупреждение если у вас давно мучает какая-либо проблема то она может решиться довольно просто как раз в эти сутки подключите свою интуицию она не подведет вас сегодня и даст возможность наконец завершить это дело как говорится снять камень шеи 27 лунный день звезды рекомендуют не зацикливаться на бытовых моментах это не то на что должно быть направлено ваше внимание житейские проблемы нужно решать сегодня по ходу действия если вы сможете относиться к ним проще и не втягиваться то очень вероятно получите возможность увидеть скрытые стороны и намерения других людей близких именно к вам эта информация окажется крайне полезной для вас сами собой напросятся некоторые выводы о людях и вырисуется дальнейший план действий а еще сегодня категорически запрещено жаловаться на непогоду напротив ваша задача радоваться абсолютно любому ее проявлению будь то град или вень и особенно удача ожидает тех кто решится и выйдет на прогулку под дождем но обязательно под зонтиком таким образом вы погрузитесь стихи этих суток и почтите бога марии нептуна по народным приметам в этот день отмечают святой путь родившиеся 28 апреля наделены творческими способностями и потребностью в новых эмоциях эти люди находят вдохновение в искусстве тонко чувствуют цвета и звуки любят пробуют новые не боятся экспериментов в любых областях жизни и стремятся познать неизведанные наделенные большой долей упрямства легко достигают своих целей не отступая перед испытаниями но в то же время нередко действует напористо и высокомерно по отношению к другим людям а их талисман циркон такое название было данную дню не только из-за почти не памяти святого пуда но и связи с ритуалом вымания пчелиных ульев из-под амшаника который также называли спудом то есть укромное место по примете в этой день старались не зарабатываться и успеть закончить дела до захода солнца в народе говорили что работающий до изнеможения 28 апреля вскоре тяжело заболеет в этот день можно было провести мощный ритуал на избавление от неудач в жизни на эту практику нужно проводить в этот день идет период убывающей луны это время характеризуется очищением и избавлением от всего гнетущего и ненужного жизни человека освобождая себя от страхов безденежья несчастья и невезения мы открываем дорогу к благополучной радостной жизни о которой всегда мечтали чтобы избавиться от неудачи черной полосы в жизни проведите действую магическую практику на удаление их из своей судьбы приготовьте свечку а также спички бумагу ножницы и ручку вечером возьмите свою бумагу нарежьте ее на небольшие квадраты по количеству проблем от которых вы хотите избавиться например это могут быть долги и проблемы на работе невезение безденежье на каждом листочке напишите по одной проблеме достаточно одного слова далее зажигаем свечку и каждый листочек мы сжигаем от своей свечи и пока ваши листочки будут гореть говорим такие слова как луна тает так и проблемы мои убывают меня покидают дорогу ко мне забывают истина проговариваем один раз на каждый листочек все а когда уже пепел вы собрали пускаем его по ветру и говорим такие слова месяц золотой убывает все мои несгоды с собой забирает как скажу так и будет говорим один раз когда пускаем пепел по ветру вот посмотрите как очень быстро вы избавитесь от своих проблем и бед а также в этот день можно сделать практику от безденежья и нищеты мало кто может поспорить с тем что деньги являются значимым инструментом нашей жизни испытывая финансовые трудности человеку тяжело радоваться жизни в полной мере так как он не может закрыть даже свои базовые потребности и большую часть времени подвержен эмоциональному стрессу из-за постоянной денежной нехватки но иногда решением данной проблемы может стать обращение к практикам период убывающего луны идеален для избавления от бедности который нервирует и портит жизнь многих людей чтобы наконец покончить с нищетой и перестать считать копейки до зарплаты проведите волшебную интересную практику луна идет на убыль а это значит наступает энергетически сильное время чтобы попросить у луны все то что вам нужно очиститься от прошлых негативных программ и начать жить в достатке и радости в течение сегодня возьмите маленькое зеркальце любое абсолютно далее это зеркало вы должны положить на подоконник если видно луна очень хорошо нет ничего страшного когда вы оставили зеркало на подоконнике скажите такие слова царица луна будь ко мне добра от нищеты спаси благополучную жизнь мне подари чтобы денег было много а удача всегда ждала у моего порога да будет так проговариваем три раза далее зеркало оставляем ровно на ночь до следующего дня после на следующий день и зеркало убираем от посторонних глаз и не смотреться в него пока финансовая ситуация не нормализуется полностью а потом когда нормализовался уже можете его помыть и спокойно им пользоваться такой метод обязательно избавит вас от нищеты и как обычно по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложиться спать проговариваем такие слова я контролирую свои мысли и создают ту реальность в которой хочу жить повторяем один раз и вы посмотрите что в вашей жизни обязательно все наладится